В таких населенных пунктах, как станция Карланьурт, существует, конечно же, множество проблем. Одна из них – как развивать интеллектуальный уровень сельских детей. Кинотеатров, спортзалов и развлекательных комплексов здесь нет. Местные школы пытаются решить этот вопрос. Здесь функционируют кружки, в каждом мероприятии и празднику готовятся яркие концертные программы. О том, как же проходит учебный процесс в целом, рассказывает директор школы Ахмедханова Саньяд Магомедовна. Коллектив на станции Карланьуртовской школы – очень сплоченный, трудоспособный, замечательный коллектив. Все учителя работают по своей квалификации. Нет учителей, которые диплом и предмет, который они преподают, не соответствуют. Сказать, конечно, таких почетных работников, заслуженных работников у нас мало. Ну, они считают, что до этого еще не доросли. Коллектив основной молодой, среднее звено составляет где-то 35-30 лет. В основном работают молодые, подтягиваются под упорное руководство наших заучей. А показать пример? Ну, обмен опытом. Есть, есть. В прошлом году, ну, это говорить со стажем, говорить в этом году об этом зачем. Я говорю, в прошлом году, например, у нас вот был семинар заучей по району. И мы специально подключили молодых специалистов, как они могут на уровне района преподнести уроки. И очень замечательно девочки справились, даже похвалили, не ожидали, что у них могут быть такие уроки. Ну, они под контролем наших заучей, они их переквалифицируют. Очень, я же говорю, нет таких учителей, которые скажут, мне это не нужно, я этого не хочу. Пришли в школу, значит, нужно работать. Я учитель, я педагог. Он должен работать. Уделяет большое внимание в школе и правилам безопасности при возгорании. Башир Алиев, учитель ОБЖ, во время открытого урока проверяет знания учеников и рассказывает о мерах предосторожностях во время пожара. Здравствуйте. Совершенно верно. Постройки были в Москве какие? Нет. Нет, нет. Нет, совершенно верно. Поэтому так часто случались пожары в Москве. А сейчас современно, сейчас современно, как у нас, почему, вначале, как можно? На вечер. Из-за чего? Так. Ну, как вы пришли? Из-за нефалатного отношения людей, брошенных в оккурку, замыкание в сети, от молнии, из-за серии, без... Так, окна, двери, чего у вас? Окна, двери, где он у нас пластиковый. Использует много... Много легковосполняющих... Много легковосполняющих материалов. Первоклассники. В этом году у нас 33 первоклассников. Ну, дети пришли, конечно, неподготовленные. Были дети, редко это в селе, когда ребенок подготовлен, который читает, пишет. Но учителя в этом году, я говорю, у меня очень хорошая, первый класс А взяла, это со стажем учительница, уже 32 года стаж работы у нее. Хоть она учительница старой закалки, но прошла программу ФГОС и очень хорошо справляется с детьми. Она любит детей, дети любят ее, буквально вчера было у нее родительское собрание. Из 21 родителя, 20 человек присутствовали на собрании. То есть у вас есть такая связь? Да, 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 у нас связь есть, да? Помогают они вам в работе? Помогают. Говорит, что они помогают. Родители на любой начальный класс и отклик родителей у нас положительный всегда. Я бы сказал, что вот они сами, например, буквально в этом году вот увидели, что в других классах у нас пройдет, у нас во многих классах есть эти телевизоры. Это инициатива, прямая инициатива родителей, что дети работают должны с дисками, что они непосредственно должны работать с интернетом. И вот эти уроки, они очень насыщенные и для детей интересные. Они и видят, и зрительно, и так воспринимают, нравится детям. И учителю легко. В школе обучается 363 учащихся. В коллективе Труица 56 педагогов. Многие из них имеют многолетний стаж, но самое главное для учителя – это любовь его учеников. Сколько выпускников у вас? В этом году у нас 12 выпускников. Как прошли? Ну, вот 3 декабря у нас были итоговые сочинения. Все 12 учащихся сдавали, писали сочинения. Все успешно сдали, потому что с ними работает очень квалифицированный педагог. Почетный работник. И уже давно со стажем, большим стажем. Ну, большим, что сказать, 10 лет стаж работы. Но у нее уже неоднократно она готовит учащихся к ЕГЭ. Они почти в течение года, можно сказать, в прошлый год уже занимаются этими сочинениями. Она сама такая любопытная, у нее прямо идет связь с интернетом. Она ни у кого не ждет, не спрашивает. Ну, да, она идет сама в многое со временем. То, что, например, на совещаниях первый раз кто слышал, это она, можно сказать, давно уже прошла и с детьми, и с классными руководителями, и с родителями. Я говорю, то, что даже мы, она идет впереди района. Я говорю, то, что нам на совещании говорили, мы встречались с родителями, это все. Эти мы собрания уже несколько раз прямо включали интернет, телевизор, работали, скажем, с интернетом. И родители, и учащиеся, и учителя все прошли, можно сказать, как будто курсы, да. Классно написал, действительно хорошо написал, потому что дети, я же говорю еще раз, подготовленные. Эти у них уже по 30, по 40 сочинений в тетрадях. Она занимается с ними после уроков, дополнительно работает, дополнительный час работает. Если она дополнительно в школе не успевает, дети, постоянные гости у нее дома. Это, как говорит, супруг тоже, дети, наша мама, всех учеников мама. У нас все дети, выпускники, пасутся у нас. И это, учитывая, что не репетиторство, она занимается буквально бесплатно, благотворительно. Мусаева Хадижат Узаревна пользуется уважением не только среди коллег, но и среди учащихся и односельчан. И о всех педагогах в этом большом, дружном и многонациональном коллективе можно сказать то же самое. Наверное, именно о них Чернышевский когда-то сказал. Просвещение доставляет человеку душевное наслаждение. Эльмира Чапаила, Адам Исенгуров. Специально для информационной программы.